Я рад приветствовать всех тех, кто пришли на нашу программу «Храмовые праздники. Древняя мистика» или «Исполнившееся пророчество». Я рад также приветствовать всех, кто смотрит нас сейчас в прямом интернет-эфире. Действительно, всю прошедшую неделю мы исследовали господни праздники, которые систематизируются в книге «Левит» 23 глава. Когда-то один мой учитель, доктор Ричард Дэвидсон, после того, как он посетил Россию и узнал о том, как в СССР во времена Сталина преследовались верующие люди за истину, узнал о том, что все 70, может быть, меньше лет существования советской идеологической системы была уголовная статья, предусматривавшая тюремное заключение за религиозную пропаганду, узнал о том, что верующим людям, которые попадали в лагеря, не позволяли иметь Библии, узнал о том, что эти верующие люди, несмотря на запрет чтения священного Писания, получали от своих родных Библию по страничкам, запрятанным либо в посылке с сахаром, либо даже запеченной внутри хлеба. Он сказал тогда так, если бы я попал в сталинские застенки, если бы я имел возможность попросить своих родных каким-то образом в буханке с хлебом передать одну страницу Библии, то я бы обязательно попросил их прислать мне страницы, на которых напечатано 23-я глава книги Левит. Почему? А потому, что в этой главе очень сжато, очень кратко, но чрезвычайно емко изображен весь план спасения. мы исследовали детали каждого праздника всю прошедшую неделю, но я в этот вечер хочу пройти по каждому из них, чтобы мы увидели вот тем методом, который мы исследовали, методом типологии, когда мы исследовали, какое было историческое событие, где находится повеление о том, чтобы вспоминать об этом историческом событии, где находится пророчество, указывающее на трансформацию этого образа в реальное исполнение в плане спасения, и где же написан, описан этот образ, исполнившийся в Новом Завете. Вот давайте постепенно пройдем то, что мы изучали. Первое, что мы изучали с вами, это кластер весенних праздников. Они все вместе идут. Они нераздельно связаны друг с другом. Это Пасха на иврите как Пейсах. Сразу же после этого идет праздник потрясания первого снопа ячменя, праздник Омера. И также опресночная неделя. Все это нам описано в книге Левит, 23 глава с 5 по 14 стих. Но если посмотреть внимательно, вот нам историческое событие. Историческое событие это ночь исхода, последняя язва, которая могла погубить всех тех первенцев, которые, родители которых отказались бы принести в жертву агнца и помазать кровью этого агнца косяки дверей. Там же нам упоминается о пресном хлебе, с которым этого агнца следовало есть, так как новая закваска еще не существовала и тесто не скисло. В книге Второзаконие 16 глава 1 стих нам повелено каждый день, каждый год, извините, помнить о празднике Песах и приносить праздничную жертву храме. В 53 главе своей своей книги пророк Исайя описывает нам уже пророческое видение того, как образ пасхального агнца будет трансформирован раб Божий, раб Мессия, как агнец ведом на заклание 7 стих как овца ведом на заклание как агнец предстригущим безгласен ну и конечно же исполнение я называю один текст 1 Коринфянам 5-7 Пасха наша Христос заклан за нас есть также слова Иоанна Крестителя с Евангелия от Иоанна 1 глава Се агнец Божий берущий на себя грех мира вот они весенние праздники вот начало образ и вот историческое исполнение в плане спасения следующий праздник не менее важный это праздник Шавот Пятидесятница 50 дней надо было отсчитывать после того как был принесен сноп потрясание мы говорили с вами что сноп потрясания это символ воскресшего Иисуса Иисус воскресает согласно священному писанию не на Пасху а в день в который приносится первый сноп потрясания начинается сбор урожая с ячменя до пшеницы как только вся пшеница убрана проходит 50 дней начинается праздник Шавот историческое событие описано нам в книге исход 19 глава нам говорится что на 50 день после выхода израильского народа из Египта на 50 день после того как принесен был в жертву агнец и кровь была помазана на косяки дверей к этому дню народ израильский оказался на горе Синай и из уст Божьих получил свой десятисловный закон книга второзакония 16 глава повелевает нам помнить об этом дне как о дне когда Господь давая свой десятисловный закон заключил завет с израильским народом но также есть и пророчество Еремия пророк показывает трансформацию дня пятидесятницы в тридцать первой главе пророк говорит о том что Бог желает заключить с Израилем и Иудой новый завет этот новый завет заключается в том что Божий закон который в общем-то этот десятисловный закон который Господь сначала произнес в уши всего народа а потом Моисей вытесал скрижали и Господь своим перстом написал на этих скрижалях эти же слова этот закон десятисловный который находился внутри ковчега и вместе с книгой закона которая лежала подле ковчега во святом святых вот этот закон он весь должен поселиться в сердце человека положу законы мои в сердце их и напишу их во внутренностях их и напишу их на сердцах их мы видим как происходит новозаветное исполнение этого праздника во первых в день пятидесятницы после того как Иисус воскрес из мертвых прошло проходит пятьдесят дней и слава Божья Святой Дух который до сего времени всегда пребывал на херувимах восседал восседала слава Божья всегда на херувимах в храме во святом святых это слава Божья в виде огненных языков перемещается в сердце верующих и таким образом всякий кто принимает водное крещение получает дар Святого Духа слава Божья теперь обитает внутри всякого человека вступившего в Новый Завет с Господом и поэтому теперь апостол Павел говорит в первом послании к Коринфянам о том что мы верующие являемся храмом Божьим и наше сердце это святое святых храма где обитает Святой Дух слава Божья так заканчиваются весенние праздники праздник Пятидесятницы по лунному еврейскому календарю будет в этом году в эту среду 15 мая после этого летом ничего не происходит пока не наступает седьмой месяц месяц Тишри в который происходят два главных осенних праздника первый осенний праздник это 10 дней трепета 10 дней трепета состоят из двух дней важных первый день это первый день седьмого месяца день трубного звука праздник труб второй важный день девятый день седьмого месяца это день очищения Йом-Кипур об этом нам сказано также в книге Левит 23 глава с 24 по 32 текст какие же события исторические имели место день очищения может иметь свои корни в очень печальном историческом событии это историческое событие описано в книге Левит 10 глава когда два стына Аарона Надав и Авиуд должны были зайти во святое святых но зашли они туда в нетрезвом состоянии и с чуждым огнем они были умерщвлены именно в этой главе мы говорили с вами описано значение понятия кипур очищение описано самая главная функция всего земного святилища его главная функция это принять на себя наш грех грех который мы должны переложить разгрузить себя переложить на голову жертвенного животного переложить его на священника в этот день происходит событие при котором грехи всего народа перекладывается на того который является истинным виновником истинным виновником всего зла на этой земле книга Левит 16 глава 16 текст говорит нам о том что первосвященник зайдя во святое святых покропив кровью козла принесенного жертву за грех на верхнюю часть ковчега фактически тем самым очищает снимает со святилища все грехи нечистоты преступления израильского народа таким образом для того чтобы возложить их на голову козла предназначенного для Азазеля дьявола и нам сказано что в этот день 30 текст Левит 16 глава израильский народ получал очищение и становился чистым предлицом Господа все это было символами повеления это должно было исполняться каждый год но мы знаем о том что Библия нам показывает и пророчество пророчество об очищении небесного святилища которое написано записано нам в 8 главе книги Даниила именно там дается четкая пророческая установка о том когда святилище будет очищаемо 2300 вечеров и святилище очистится какое же новозаветное исполнение оно тоже имеет место Иоанн в своем апокалипсисе описал видение небесного храма когда уже земной храм был разрушен потому что он выполнил свою функцию потому что последняя пасха жертвоприносительная имела место весной 31 года нашей эры истинный агнец был принесен не в храме а вне врат храм уже стал не нужен потому что не только истинный агнец был принесен но и истинный первосвященник начал свое служение в истинном небесном святилище прообразом которого было земное святилище и этот первосвященник описан его действия его служение подробнейшим образом описано в апокалипсисе Иоанна Богослова и там нам показано момент когда первосвященник заходит во святое святых книга откровения 11 глава 19 текст говорит нам о том что Иоанн видел как открылся храм Божий на небе и стал виден ковчег завета вот это праздники которые мы с вами прошли осенние праздники день очищения интересно что в традиционном иудаизме под конец съемки пура всегда звучит шафар этот последний звук шафара шафар мы говорили с вами начинает трубить за 10 дней до емки пура в день трубного звука меня спрашивали как как праздновали день трубного звука в современном иудаизме так как храма нет там нам написано по библии что надо приносить жертву господу этого не происходит и в иудаизме тоже по разным причинам мы понимаем это на основании евангелия что жертву господа истинная жертва господа принесена в современном иудаизме понимается так что пока жертву господу не приносим но если восстановится храм снова будем приносить поэтому здесь разные понимания но суть в том что сегодня жертва нигде не приносится но что происходит в первый день седьмого месяца месяца тишри звучит торжественно шафар шафар такия это длинный протяжный звук шварим это короткая стаката и труа это три целые ноты и звучит это несколько раз шафар провозглашает начало судных дней вот это дни трепета дней которые положено согласно левит 16 глава левит 23 глава смирять души традиционном иудаизме в эти дни проходят каждый день служения в синагоге называемые селиход селиход это служение прощения прощения и кантор обычно поет поется на иврите литургическая музыка которой народ обращается с просьбой простить я я не знаю откровенно говоря почему в России происходит по-другому но даже в адвентистской среде в Америке в эти дни прообычно делаются молитвенные чтения что эквивалентно в общем-то вот и я считаю что это хорошая практика естественно каждый день тоже звучит шафар но когда завершается Йом-Кипур когда даже во времена храма козла отправляли нарочным человеком в пустыню возвращался этот нарочный и омывал свои одежды звучал тоже шафар Равинская традиция говорит о том что этот шафар провозглашал скорое пришествие Мессии и будет нам интересно заметить следующие слова записанные Павлом в первом послании фессалоникийцам 4 глава где сказано ибо 16 текст потому что сам Господь при возвещении при гласе архангела и трубе Божьей сойдет с неба и мертвые во Христе воскреснут прежде вы видите при трубе Божьей а также у нас сказано и в первом послании Коринфянам 15 глава о том что когда придет Господь будет воскресение мертвых то же самые слова и там тоже говорится 52 текст во мгновение ока при последней трубе что такое последняя труба для нас это может быть какой-то такой абстрактный символ однако же для Павла иудея иудея для первых иудео-христианских общин знакомых с традициями того времени существовавшими в иудаизме первого века нашей эры первого века до нашей эры последняя труба это очень конкретная вещь это последний звук шафара после того как возвращается нарочный человек и омывая из пустыни выгнавший козла и омывает свои одежды то есть вы видите чем отличаются осенние праздники от весенних праздников весенние праздники они исполнились во время служения Иисуса когда мы смотрим на осенние праздники их исполнения еще впереди на историческое исполнение весенних праздников мы можем смотреть уже с высоты нашего времени на окончательное исполнение осенних праздников еще мы только смотрим и с нетерпением желаем чтобы это скоро произошло чтобы наконец зазвучала эта последняя труба и воскресли из мертвых верующие умершие во Христе последним праздником заключительным аккордом всей этой праздничной череды цикла этого годичного является праздник кущи или суккот вот что сказано о нем в книге левит 23 глава 34 текст это у нас повеление в первый день священ скажи сынам Израилевым 15 дня того же седьмого месяца праздник кущей семь дней Господу первый день священное собрание в течение семи дней приносите жертву Господу восьмой день священное собрание да будет у вас это отдание праздника никакой работы не работайте и тут же нам объясняется почему нам рассказывается об историческом событии здесь я вам прочитал повеление и в этой же главе историческое событие нам сказано здесь в 39 стихе 15 день седьмого месяца когда вы собираете произведение земли празднуйте праздник Господень семь дней здесь он прямо написан как просто называется праздник когда в еврейской литературе говорится о суккоте зачастую говорится просто праздник потому что это всем праздникам праздник в первый день написано возьмите себе ветви сороковой текст красивых деревьев ветви пальмовые ветви деревьев широколиственных вербричных и веселитесь перед Господом Богом вашим семь дней что это за ветви есть я не знаю как их все назвать по русски правильно но они называются лулав эти ветви содержат в себе небольшую ветку пальмовую небольшую ветку мирты вот и кроме этого что значит красивые плоды красивых деревьев это называется цитрон такой большой лимон называется на иврите этрог и это с этим празднует праздник кущей написано сорок второй текст в кущах живите семь дней всякий туземец израильтянин должен жить в кущах для чего чтобы знали ваши роды что в кущах поселил я сынов израилевых когда вывел их из земли египетской то есть вот оно историческое событие сорок третий текст сыны израилевые находились в шалашах и сорок лет они жили в шалашах у нас сегодня нет возможности вам показать этот шалаш но завтра он здесь будет стоять вы увидите что в нем крыша дырявая это специально потому что действительно в этих шалашах было видно открытое небо хорошо вот событие вот повеление а где же пророчество давайте посмотрим пророчество о празднике кущей записано у нас у Исаии в четвертой главе нам рассказывает нам говорится следующие слова четвертая глава завершает очень нелегкое пророчество о судьбе Израиля там нам говорится о том как Израиль не выполнил своей миссии как Иерусалим и храм Божий не стал во времена Соломона мог стать но из-за язычества этого не произошло не стал тем центром куда весь мир должен был приходить на поклонение Господу откуда Сион не стал местом откуда бы весь мир мог изучать закон и священное описание и как результат этого Иерусалим должен был серьезно пострадать от завоевателей которые разрушили бы его уничтожили бы всех мужчин надругались бы над женщинами и ворота столицы как в третьей главе описано бы одиноко бы плакали опустошенном городе но на этом не заканчивается пророчество Исайя никогда свои пророчества не заканчивает такими мрачными словами и здесь во втором стихе четвертой главе написано об отрасли от Господа которая явится в величии и славе для уцелевших сынов Израилю отрасль Господа вернет остаток на Сионы в Иерусалим и те кто останутся там будут именоваться святыми и будут вписаны в книгу жизни господь через отрасль а отрасль это одно из имен мессии отрасль господь через мессию омоет скверну дочерей Сиона очистит кровь Иерусалима и вот что сказано дальше и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона над собраниями ее облака и дым во время огня и блистание пылающего огня во время ночи эти два образа известны из истории исхода иными словами мессия отрасль господа он он является лидером второго исхода говоря о пасхе мы говорили с вами о духовном исходе а куда же этот исход ведет исход в исторической разрезе он вел из Египта в землю обетованную которую Господь обещал дать потомкам Авраама Исаака Якова а куда ведет исход который будет возглавлять отрасль от Господа Мессия а вот куда она ведет последнее предложение и шестой текст четвертой главы книги пророка Исаия ибо над всем чтимым будет покров и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя то же самое слово шатер здесь написано в оригинале стоит то же самое слово которое переводится как куща вот куда ведет второй духовный исход вот куда должны были понимали ученики Иисуса должен повести был их Господь вы помните эту историю когда взойдя на гору Табор Иисус преобразился показав им славу Божью которой он полной мере наделен точно в такой же мере как Бог Отец и там же пришли Моисей и Илья и ученики говорят ну что ж они подумали что они пришли уже они подумали что их исход завершен давайте поставим кущей но рано 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 потому что еще предстоит время для исхода почему время еще нужно куда ведет нас сегодня Господь а вот это исполнение вот куда трансформируется это древняя ветхозаветняя куща Откровение 21 глава со 2 стиха И я Иоанн увидел святой город Иерусалим новый исходящий от Бога с неба приготовленный как невеста украшенная для мужа своего и услышал я громкий голос с неба говорящий все куща в синодальном переводе написано скиния но это слово звучит как куща это одно и то же слово все куща Бога с человеками он будет обитать с ними и они будут его народом ибо сам Бог будет Богом их вот что такое истинный праздник Суккот его исполнение окончательное будет в новом Иерусалиме интересно я однажды был на Песахе в пасхальном седере в Иерусалиме у одного раввина очень такого патриотичного раввина и мне было интересно дело в том что евреи завершая пасхальный седер вот который мы вам показывали здесь на сцене в прошлое воскресенье этих слов у нас не было произнесено но в традиционном иудаизме всегда произносят на следующий год в Иерусалиме эти слова всегда произносились потому что народ долгое время был в рассеянии естественно вернуться на землю отцов вернуться обратно в свою страну было блаженным чаянием всякого поколения еврейского народа и поэтому они друг друга желали что это чаяние исполнится в следующем году и говорили лошана бала Иерушалаем в следующем году в Иерусалиме тут я в Иерусалиме вдруг слышу лошана бала Иерушалаем я не выдержал я подошел к раввину и говорю это как понимать а я с вами вот здесь где нахожусь не в Иерусалиме ли вы знаете что мне рабай ответил раввин мне сказал ты ничего не понимаешь этот Иерусалим полон все равно боли и страданий но мы ждем истинного Иерусалима который Всевышний даст нам с неба вот что такое куща это истинный Иерусалим небесный Иерусалим сходящий с неба в котором мы сможем пребывать вместе с Всевышним но есть еще одно измерение которое я не могу не упомянуть об говоря о празднике Суход книга Исход двадцать третья глава говорит что-то о праздниках мы об этом еще поговорим завтра три паломнические праздника которые были которые народ израильский должен был явиться пред лицо Господне и среди три раза в год во время праздника во время пресночной недели когда приносился сноб ячменя во время праздника пятидесятницы когда завершался урожай пшеницы и дальше посмотрите шестнадцатый текст наблюдай праздник жатвы первых плодов труда твоего какие ты сел на поле и праздник собирания плодов в конце года когда уберешь с поля работу твою это третий праздник это праздник Сукот последний главный урожай и здесь у нас тоже есть новозаветное исполнение 14 глава книги откровения 15 текст говорит нам о том что Иоанн видит сына человеческого у которого на голове золотой венец а в руке острый серп и вышел другой ангел и восклискнул сидящему на облаке пусти серп твой и пожни потому что пришло время жатвы ибо жатва на поле созрела сегодня мы можем радоваться о том что праздник Сукот частично исполняется в жизни дорогого брата и дорогой сестры которые решили заключить завет с Господом это исполнение праздника Сукот когда Господь пожинает свой урожай урожай спасенных я знаю и мы неоднократно говорили о том что будет возможность для вас для тех кто размышляет на эту тему для тех кто ищет Господа заключить с ним завет сегодня этот завет будет заключен может быть есть еще кто-то из находящихся в зале кто этого желает это крещение не последнее Господь еще ждет Господь еще находится во святом святых еще последняя труба не трубила но уже сегодня мы видим первые ростки этого последней жатвы и если есть те кто слушает сегодня эту программу кто находится либо в зале либо смотрит по интернету либо будут смотреть последствия и думать о том что заключить завет с Господом я хочу сказать еще не поздно еще не поздно а для дорогих наших я хочу сказать слава Господу слава Господу за то что Он стучал и ждал вас и вы открыли ваши сердца ему отдам под и благодаря не ему Продолжение следует...